Какой вы видите армию в прекрасной России будущего и как сейчас проводить просветительскую работу с военнослужащими? Ведь все прекрасно видят разруху в войсках, но отказываются понимать, что в этом виновата верхушка. На самом деле, сейчас меня в АТО, я думаю, может быть поправит, может быть согласится. Я сегодня, кстати, разговаривал об этом еще с одним человеком. Человек является заложником системы. И система является тем источником стимулов, которые провоцируют одно поведение, а не другое поведение. Поэтому то, что вам кажется, что все видят военнослужащие, но отказываются реагировать, отказываются сопротивляться, они поставлены в такое положение. Потому что любая попытка сопротивления в краткосрочной перспективе представляет очень большие риски. И это демотивирует человека что-либо делать. Та же самая причина, по которой люди не выходят на митинги. И совершенно очевидно, что мы не выгодополучатели путинского режима, выгодополучателям путинского режима выступают те люди, которых перечислил только что в АТО админ. Не я, я решил, что это я являюсь выгодополучателем. Я, я. Ты решил что? Я решил, ты показываешь на меня, я думаю, что это я выгодополучатель путинского режима. Нет, нет, нет. Люди, которых ты перечислил, являются выгодополучателями этого режима. но люди не выходят на улицы, не сопротивляются этому. Почему? Потому что в краткосрочной перспективе риски очень высокие. То же самое сковывает военнослужащих, которые в краткосрочной перспективе боятся быть... боятся принять эти риски на себя. Но это классическая теория игр. Нет, ну что касается армии, не знаю, если интересно, я могу буквально одну минуту. Да, у нас есть очень хорошие примеры призывных армий. Та же Швейцария, та же Финляндия, кстати, очень близкая страна. Швейцария супер. А вот, Финляндия та же самая, да. В чем там заключается идея? Человека призывают, и он во время службы он не сидит за, не знаю, пультом управления какого-нибудь зенитно-ракетного комплекса, где одна ракета стоит, не знаю, полмиллиона долларов или миллион долларов. Он не отправляется из Калининграда служить на Камчатку. Он служит где-нибудь недалеко от своей родного дома, там его учат обучаться обращаться с оружием, он ездит на выходные домой вполне себе реально. А пока нет выходных, он, значит, во время рабочей недели, он учится, участвует. Можно я тебя перебью, просто чтобы уточнить. Вот очень важный акцент Вата сделал, да, что служат на местах, они отправляются на Камчатку. Да, это принципиально важный момент. Это принципиально важный момент, потому что защищают свою землю. Зачем людей отправляют на Камчатку? Точно так же, как ОМОН, да, из Москвы отправляют там в Новосибирск, Владивосток подавлять какие-то протесты. Протесты, и наоборот, ОМОН из регионов пригоняют в Москву. Для чего? Для того, чтобы подавлять собственное население, для того, чтобы люди не чувствовали связи с людьми, которых они избивают. В армии работает та же самая система. Люди должны служить на местах, потому что это земля, с которой они себя ассоциируют, с которой им хочется защищать. Ну, кстати говоря, если мы возьмем, например, ту же самую армию Российской империи, и не только Российской империи, там британскую, не знаю, германскую, времена Теремировой, там были именные полки. Значит, каждый полк, он носит название, ну, как правило, какого-нибудь города. Там не было такой жесткой связи, что, значит, ты живешь, грубо говоря, в Калужской губернии, попадешь только в Калужский полк, но связь, тем не менее, была. И люди чувствовали, значит, опору земляка, да, чувствовали, что вот они служат не с какими-то абстрактными, да, людьми, которые названы, набраны по всей стране, там, вот, не знаю, это Кавказский город, не знаю, Якутия какой-нибудь. Да, они чувствовали, что служат вместе с земляками, и это во многом тоже способствовало, ну, вот той воинской славе Российской империи. Вот, значит, да, действительно, значит, имеет смысл просто научить человека обращаться с оружием. Это, в принципе, вполне себе сложная большая наука. Точка соприкосновения с вами. Вот, да, значит, и обращаться с простым оружием, потому что, естественно, давать призывнику в руки, там, современный ПТРК, который один выстрел стоит 200 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, это, господи, это в провинции большая квартира, не знаю, четырехкомнатная. Да, значит, и вот ты ему даешь, он через год у тебя из армии уйдет, и не знаю, что с ним будет потом. А, естественно, это должен делать только там высокооплачиваемый профессионал, которому не наплевать на это, который, значит, потом будет служить в армии еще 20 лет и учить, там, не знаю, всех остальных. Или там ему даешь, значит, сажаешь его за штурвал нового какой-нибудь там армата, который стоит 5 миллионов долларов, да. Как можно сажать призывника за штурвал танка, который стоит там, как, не знаю, как жилой комплекс, ну, я не знаю, сколько там, большой жилой дом, да. Вот. Другое дело, что действительно у нас, ну, большая страна, ну, так уж получилось, большая страна, малая плотность населения. У нас тут всякие интересные, и Китай рядом находятся, Ближние Востоки, ну, наверное, все-таки имеет смысл задуматься... Повысить рождаемость. Ну, может быть, все-таки какая-то, значит, минимальная. Может быть, это даже призыв на 6 месяцев просто научить человека обращаться с оружием. В конце концов, если не заставлять красить траву, да, и если там, значит, изводить на строевую подготовку, не знаю, не больше одного часа, то за 6 месяцев вполне можно 2 человека. Либертарианская партия последовательно выступает за легализацию гражданского оружия, и люди, в принципе, сами хотят уметь владеть гражданским оружием. Им нужен призыв для того, чтобы люди пошли, блин, в ТИР, прошли какие-то курсы, получили лицензию, начали... Ну, все-таки умение воевать, оно не сводится к умению стрелять. Это более сложное умение. Это более сложное умение, которое точно так же практикуется на всяких... во всяких стрельбищах и так далее. Ну, я согласен, но может быть, все-таки имеет смысл... Это что-то, что люди хотят делать. Они просто хотят это делать не из-под палки государства, где ты действительно будешь красить траву вместо того, чтобы этим учиться, да, а в рамках хобби, где вы и получите как раз потенциальное милище, то, что на английском называется, которое может потом стать частью... Другое дело, что, конечно же, нужна в том числе небольшая, компактная, высокопрофессиональная армия. Ну, в общем, близко к тому, что у нас начало делаться при Сердюкове и то, что у нас похерили при Шойгу. Да, потому что все равно, понятное дело, нужны там современные системы, значит, вооружения. России нужны, естественно, ядерные силы. Нет, ну, я-то заявил. Вот, да, потому что, ну, опять же, при всем уважении к Китаю, но я ничего не имею против Китая, мне во многом там интересует китайская культура и все остальное, но, извините, мы не можем просто сидеть и ждать пока, значит, ждать милости от Китая, пока они, значит, решат. А мы будем ждать милости от Китая, пока у нас экономика в заятельности находится. Ну, может быть, да, ну и так дальше. То есть небольшие профессиональные силы там хорошо вооруженные и вот действительно массовая милиция, которая, ну, не знаю, мне кажется, за шесть месяцев вполне можно научить человека там более-менее обращаться с оружием, как-то служить. Не нужно делать с подпалки. Создайте института шрифт, решивство, создайте нормальные курсы, сделайте получение гражданского оружия, упростите владение гражданским оружием, вы получите все те квалифицированные кадры, о которых говорят в АТО, без государственного принуждения. В этом отношении финская армия для меня вот выступает таким образом. Ты же сам привел, например, о Швейцарии. Почему не используют пример Швейцарии? Ну, это в Швейцарии есть профессиональная, ну, не профессиональная. В Швейцарии профессиональная армия как раз и сводится к тому, что ты, блин, ходишь на курсы, да, вечером возвращаешься за мой. Ну, да, но все-таки это принудительно. Ну, а это бы работало без АТО? Ну, знаешь, швейцарцев, может быть, и да, хотя... Ну, в Штатах работают. Ну, мне больше нравится финская армия. В Штатах работают. Ну, только что на Штаты вроде как не нападали, вот... Я имею в виду уровень компетенции пользования оружием. Ну, вот на Штаты последний раз нападала только флот королевы Елизаветы II в Саус-Парке. Не помнишь, там плыли деревянные кораблики, и их потопили американские истребители. Это был последний случай нападения на США со времен войны 12-го года, 1812-го. Им проще.